и снова всем welcome это снова я дэнджи пи сегодня у нас хорошая погода вот под мод мотопокатушки небольшие заодно расскажу там какие новости чаще интересного в японии ну начнем с того что тут недавно объявили что будет в этом мега землетрясение опять там разломок активизировался на южной части японии где-то от кюши и до штуки ну возможно будет какой-то сильный сильное землетрясение но это в южной части в основном в этом районе может быть 7 8 баллов уже было 7 баллов на возможно будет еще сильнее что касается токио ну здесь таких землетрясений сильных не ожидается посмотрим как там еще там пойдет вот так что ждайте новостей каких-нибудь также что еще тайфуны здесь вот прямо на конец лета последний вот месяц сейчас идет тайфунов очень много пришло буквально на этих выходных закончился еще один тайфун чего они постоянно приходят уходят там уже номер седьмой там за неделю где-то три тайфуна по моему пришло но два мимо прошло токио один прям рядом был но мы сейчас едем просто покататься возможно там заедем перекусить куда-нибудь я не так часто езжу на на черном сузуке своем но иногда выкатываю чтобы там аккумулятор зарядить да и поршня там ничего не проживели 3 все нормально конечно марта уже немного жестковатой стали на сзади сзади как раз еще он амортизатор и он жесткий это вот последние два года где-то на таким стал возможно из-за того что не так часто езжу не не разрабатывается масло там уже старое менять надо сейчас едем в сторону токио выезжаем из осао нашего города и едем в токио в сторону чёфу там кстати красивый вид с моста ну так что у нас еще из новостей таких лет очень жарко очень жарко и в этом году прям постоянно тридцатка плюс там 35 вечер вечером ночью так 30 градусов там и влажность под 70 процентов там бывает 60 днем где-то 35 доходит до того что прям но очень прям прожигает на на солнце прям сильно печет я бы не стал конечно в это в дневную погоду выезжать из дома потому что это опасно для здоровья можно тепловой удар халпануть так только так у нас вот в районе не так часто случается где-то в токио там где более жаркие такие места у них там открытой местности много лесов мало гор мало и в общем прям это прям жарит там очень сильно и я одно время даже видел люди скорой вызывали кому-то плохо стал он там на улице в пауле ну там помощь оказывали на на улице скорая поэтому в этом плане конечно нужно аккуратнее быть с этими с прогулками под солнцем лучше брать с собой зонтик или какой-нибудь этот кепку хотя бы чтобы прямого прямого воздействия солнечных лучей не было чтобы можно было спокойно прогуляться без перегрева и желательно ну в самые такие часы пик когда с 11 по моему до часу и тут самая жара с одиннадцати до часа это там прям вообще ну как сказать плавится все и нежелательно чтобы гуляли вы там где-то в это время лучше обойтись отдыхом по помещении можно съездить по нибудь с утра если выехать там торговый центр или например бассейн там закрытый и спокойно там переждать эту жару а потом вечером ну где-то после обеда часа в три уже можно спокойно выходить и гулять дать такие рекомендации для тех кто собирается приехать в японию и в летний период вообще лето не самое лучшее время для того чтобы приехать в японию и многие люди просто избегают этого сезона очень жаркие очень душный здесь люди не любят вообще это время года летом потому что она у них ассоциируется вот именно вот с этой сауной по факту это тупо сауна потому что 30 градусов в тени даже ночью когда солнце нет тоже 30 градусов это и чё тут всех вот этих бетонных конструкций от асфальта а дома вы сами знаете там очень тонкие такие стенки там из фанеры они там быстро прогреваются ничего не спасают скандей вы врубаете вот если у вас кондиционер работает он охлаждает вам нормально в комнате но и как только вы кондиционер выключили буквально пять минут и все у вас температура в комнате уже становится такой же как и на улице ну не прям уж такой же но может быть там на пять градусов там на пониже поэтому кондиционер это такое временное все если вы сыну как бы еще и свет за свет много платить придется поэтому лучше в это время где-нибудь проводить ну в торговом центре в магазине там кондиционер бесплатный для вас всегда работают хотя некоторые экономят на этом да берут эти включают кондиционеры только где-нибудь в одном магазине или там может в двух а во всем остальном в торговом центре ну там душняк стоит либо кто-то просто берет в магазине включает но но очень слабый такой конди включает и люди просто ходят и ну вроде как дует там но дует не такой не холодный воздух а такой блин теплый практически и становится опять же душно жарко есть такие магазины встречаются сейчас мы тут подъезжаем юми ури рандо он называется юми ури ландо вот это она автобусе можно доехать от станции парк развлекательный вот видите впереди уже там это виднеется колесо обозрения на здесь очень хороший парк большой такой красивый там много разных аттракционов если есть желание можете приехать отдохнуть ну конечно стоимость билетов не не маленькая это по моему порядка полторы может две тысячи даже может и больше там может и три сейчас не помню давно смотрел поэтому вот он парк вход в него туда идет да и если вы приезжаете на машине там есть парковка на мотоциклах там особо парковок нет у них вообще здесь проблемы с мотор парковками всегда не 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 каждый магазин имеет вообще мотопарковку а вот здесь кстати строится новые дома там вот гольф клуб походу строится так и видите стал бы поставили это вот тренировочная площадка для гольфа вот здесь вот слева справа будут эти дома строить вот видите потянули сетку и вот там стоят строят эту как бы как раз место откуда будут вот этот гольф играть вот этот гольф играть да вот так вот для гольфа у них всегда есть место вот вот сто пудового я вообще удивляюсь вот говорят да там блин мест нет мало места тоже мне да столько гольф полей столько гольф клубов разных и ведь блин эти гольфа это это один из самых дорогих видов спорта вообще в в мире да там клюшки стоит по блин одна клюшка сто тире там миллион короче сто тысяч начальная цена ну можно и дороже найти всякие брендовые там одежды и все остальное там поиграть так на день чисто потренироваться там по-моему десять тире двадцать тысяч просто потренироваться и это не турнира ничего поэтому я вам говорю вот гольф у них тут прям вот любят они возможно это лоббирует опять же те у кого деньги есть чтобы было им где играть подобно вообще на самом деле вот спорт в японии но он очень ограничен то есть есть мини футболы там дети бывают играют уже есть нормальный футбол но он полей очень мало и в основном они около реки там где много мест и бейсбол на это вот основные виды спорта все остальное все остальное это ну как бы такое хобби хобби для людей там теннисные клубы гольф клубы и эти что там еще ну скачки конечно не до сих пор скачки у них остались ипподромов тут куча блин что в токио что в сайтами они там бывает устраивают забеги опять же там то все как бы опять же для богатых сделано а вот так чтобы дети поиграли вот я вам говорю серьезно это только баскетбол ой бейсбол и этот футбол мини а так вот например баскетбола нету потом что там еще тот же там волейбол тоже отсутствует не но можно где-то в школе встретить там какой-нибудь это ну поле до для волейбола волейбола или там или пляжный какой-нибудь волейбол ну там если люди повесят сетку сами понимаете да но так вот где-то в городе не нету о том что еще хоккей ну тут вообще как бы об этом даже никто не думает хоккей какой хоккей ребята чё хоккея нет ни хоккея нет ни хрена этого ни катка нету мне кстати каток иногда встречается в этом блин как они называются как они называются кстати искусственный такой лед такой делают да вот каток есть искусственный лед пластик такое да бывает встречается но тоже опять же редко вот очередной торговый центр но здесь очень мало магазина всего это 34 таких крупных но и по мелочи там всякие но смысла нет такие заезжать если у вас как бы рядом с домом есть такое уже хорошо если нету но блин ищите где-то супермаркета вот эти типа самого или еще что-то там все самое ну такой дороговатый магазин я бы лучше затаривался вон у дьему супа или как он называется но местные там местные магазины и ногея вот и ногея неплохой недорогой магазин я там бывают покупают что-то но если встречается раньше у нас в дом он был а потом его убрали и типа все теперь больше нету рядом с домом и ногея только вот где-то далеко покупать ну или костку можно в костка заехать купить что-нибудь если вам много надо вот например подсолнечное масло вот мы берем там в костку потому что в японских магазинах она в малых таких тюбиках продается и очень дорогое ну просто как сказать очень дорогое блин 500 иен где-то за бутылку да а то и бывает и по 800 иен но это чтобы вы представляли 250-400 рублей за бутылку и при этом как бы это такие небольшие бутылки то точнее не литровки не может быть 500 миллилитров или 800 да кстати вот недавно кто-то говорил что цены там подняли в этом японии магазин я не знаю но особо не было таких большинство но бензин немного поднялись цены венна 10 на 10 ен где-то да но она такое скачет туда-сюда то есть бывает поднимется цена на на 10 ен бывает опустится на на 10 ен и в зависимости от мировых цен на бензин или на нефть там дата цены меняются то есть нет такого чтобы прям поднялась и вот она постоянно там висела и независимо от того там цена опустилась на мировом рынке она также осталась не опускается и тоже дешевеет на колонках люди поэтому бывает там распродажи даже устраивает обычно там вторник среда если занал покупая что скидку можно могут дать где-то 9 ен на литр 9 и на литр это ну так нехило можно сказать это практически все вот это повышение цены убирается то есть по старым ценам продают но это занал если покупаешь а если за обезнал то там порядка пяти иен скидка всего пипа безнала удобнее покупать потому что там но мелочь вот это не надо ничего с собой таскать там есть как эти типа знаете такие как ключи и вот домофонах были такие брелки такие пластиковые да вот они сделали типа таких же брелков для оплаты этого бензина то есть там у них в этом брелке но это на все чип там стоит и в него этот самый номер карты привязан и когда оплачиваешь это и некие вот они называются у тебя с этой кредитной карты плату принимать но просто когда им оплачиваешь они кредиткой то скидка идет там где-то 2 иена дополнительно если оплачиваешь кредиткой то никакой скидки нет все тут фильмы снимали я ребят не только вы снимаете видео я тоже вот эти все мощные группы у них от несколько этих хода там бусиков с оборудованием он чувак который дорогу там это охранял в полке вода для них там и да и вон там основной вон то тут большой автобус тонированный стоит сверху эти рельсы это для походу для этих самых для камеры ну что они есть идиомой понятно как это а вот у них оборудование здесь не убрали не снимали поля я просто когда давно еще ездил на съемки даром и там разными снимали как в качестве экстра он прикольно было помню вот эти все времена то есть но для тяжелая жизнь съемках когда ты в 4 в 3 утра встаешь там тебе надо там в пяти утра там или 6 утра приехать на эту на место встречи там где автобус вас забирает к примеру и везет на место съемок там 8 или в 7 там начинается съемки ну это вот блин тяжело так вы вставить в 3 утра значит к примеру или там в 4 автобусы еще не ходят этим метро какого блин метро тоже не ходят то есть если у вас велик на велике только на велике доезжаем до например место встречи на шинджику потом значит в 7 утра там или он в 6 отправляется до восьми едет на место прям куда-нибудь в шидзуоку или там на гое там ну а потом начинается съемка и до ночи она там были часов до восьми до девяти а бывает еще позже и вас домой это но и нет точнее не домой туда обратно на станцию привозят где-то уже около 10 тире там 11 а может в 12 часов ночь вот так это вот если на один действиям кон при этом за это платили немного я думаю где-то около тогда 20-20 тысяч было где-то может быть 16-20 там зависимости от роли сейчас мы едем в сторону кичи джоджи здесь хорошая такая живописная улица с деревьями очень много зелени дышится уже легче не так жарко мне вообще нравятся такие места где можно покататься именно вот в прохладном таком прохладной обстановке а не то что там где-то едешь одни дома одни асфальты и там эти тротуары и очень жарко между ними постоянно духота это да что еще тут из новостей ну вообще как бы в Японии тут говорят уже об этой, об отставке этого премьера там сказал, что подаст скоро и возможно будет другой уже премьер там уже после того, как это правительство в отставку идет и этот чувак идет в отставку вот поэтому будем смотреть, как поменяется говорят, что люди как бы вот из-за его политики немного недовольны что он постоянно идет на поводу Америки что вместо того, чтобы развивать свою экономику надо наоборот начал с силой самообороны там усиленно тренировать что-то еще там вена подешевела прилично то есть до этого была одна один доллар за сто пятнадцать или там двадцать иен где-то так а сейчас а сейчас один доллар где-то сто пятьдесят и то это подешевле как бы еще немного спало из-за того, что доллар ослабел а так было сто шестьдесят не знаю кто-то там влетел в этот что-ли в отбойник подешевел в общем доллар ну иена подешевела прилично то есть можно сказать со ста пятнадцати до ста шестидесяти где-то так она просила на сорок пять иен ну доллар подорожал это очень много если так сложить это где-то тридцать процентов можно даже тридцать пять от предыдущей цены ну прям дофига поэтому люди недовольны они говорят что блин чувак экономику ну ты да экономика кстати тоже просела они же акции вон тоже начали падать с недавнего времени возможно это как-то отража ну типа сказывается из-за того что американские вот эти акции сейчас тоже вниз идут и компании там испытывают трудности возможно говорят что в америке возможно будет рецессия посмотрим но вот в данный момент вот в японии экономически тоже сложно люди люди очень сильно по этому поводу переживают я бы сказал что многие крупные компании сейчас переживают не лучшие времена у них акции тоже подешевели все-таки япония это как страна зависящая да страна светилеет поэтому да тут очень многое зависит от америки но с другой стороны ну как бы а кто им мешал эти например транзиты не транзиты а импорта оставить просто оставили по импорту в Россию например этих машин и все остальное это же все равно это же для людей на них же не поедут куда-то там какие-то горячие точки но это же только для гражданских ну в общем такое вот такое дело да вот мы подъезжаем слева фучу это там как раз где была ну и есть в принципе это центр пересдачи как школа там там автошкола и плюс центр пересдачи но мы продолжаем вот этот парк уже Кичи Джорджи здесь частенько мы гуляли я помню когда жили на этап пошли учились там наши но куба вот мы сюда тоже постоянно ездили отдыхать это один из самых больших таких парков линей чёфу а чё чё а лайн да вот чё а лайн здесь очень часто ходит поэтому часто можно встретить было людей кто сюда едет и отсюда тут иностранцев тоже много живет очень много школ тоже языковых но это там где накану тут линии вот этот все джоди на самом деле в японии очень много парков таких хороших больших красивых там где много деревьев много этих самых скамеечек там где можно посидеть даже какие-то там аттракционы большие могут быть но в основном такие знаете парки только смотреть для для того чтобы люди туда просто приходили сидели и любовались видом такого плана что-то где-то там побегать там пикник устроить можно кстати в некоторых парках но не во всех не во всех где-то можно где-то нет где-то но барбеки можно где-то нельзя где-то со своим можно где-то только и у них арендовать ну такого плана она самостанция здесь прикольно сделался на велик подставку под светодиодами подставку под ящик вот самая станция здесь станция достаточно большая тоже одна из таких крупнейших узловых станций вот такой вот небольшой видосик я в принципе сюда вот ехал надеюсь вам понравился если понравился не забывайте подписываться ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями ну и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о Японии а с вами был Дэн до новых встреч увидимся до новых встреч